В рамках фестиваля «Крымская весна» в Хабаровске также прошла молодежно-интеллектуальная игра «Октагон». Школьники и студенты средних профессиональных учреждений боролись за право называться самыми эрудированными. Подробности в следующем репортаже. Правила «Октагона» напоминают шоу «Своя игра». Его участникам нужно выбрать стоимость вопроса, быстрее всех нажать на кнопку и дать правильный ответ. Вопросы «Октагона» касались флоры, фауны, истории, выдающихся личностей и культуры Республики Крым. В эрудиции состязались 64 ученика школ, колледжей и техникумов Хабаровска. Трудность заключается в том, что если ты даже и знаешь правильный ответ на вопрос, ты не всегда успеваешь нажать на кнопку. У тебя есть еще семь соперников, которые тоже знают ответ и успевают раньше тебя. Вопросы интеллектуальной игры касались не только истории Крыма, но и истории России. Отвечать правильно для некоторых участников было важной задачей. За любое призовое место педагог пообещал автомат по истории. Каждый, кто выходил и отвечать, должен был знать. Если он не знал, то, соответственно, старался не рисковать лишними баллами. В этом году самыми эрудированными стали старшеклассники из Хабаровской гимназии номер 8. Победителей поздравил Михаил Дегтярев. Я думаю, что ваше поколение сделает все для того, чтобы Россия была сильной, единой, могучей и, самое главное, экономически развитой. Интеллектуальная игра «Октагон» в Хабаровске проходит уже в третий раз. В этом году в нескольких этапах в ней состязались более 120 школьников и студентов из средних профессиональных учреждений. Алина Солдатенкова, Андрей Цой, телеканал «Губерния». Продолжение следует...